В Пензе в пятый раз прошел Всероссийский фестиваль молодежных инициатив «Мой выбор. Жизнь и здоровье». Делегаты, а в основном это молодежь со всей страны, обсуждали, как лучше жить, как сохранить традиционную семью, отговорить женщин от решения сделать аборт, убедить подростков не курить и не пить. Вот такие вопросы поднимали на форуме. Много было практических предложений. Наиболее достойных из них – репортаж Евгения Белохвостикова. Уже в пятый раз в Пензе прошел фестиваль «Мой выбор. Жизнь и здоровье». Когда-то, пять лет назад, он начинался с небольшой студенческой аудитории и вот дорос до всероссийского масштаба. Из 37 регионов приехали к нам священнослужители и психологи, социальные работники и журналисты, чтобы обсудить главное – как правильно воспитать подрастающее поколение. Конечно, в этом зале не те, кто собрался читать мораль подросткам, закурившим в подъезде. Участники фестиваля понимают – сделать так, чтобы жизнь и здоровье стали выбором каждого не так просто. Нужны креативные идеи, нужны средства на их воплощение. С идеями и надеждой выиграть грант на их реализацию и приехали молодые люди из Омска, Нижнего Тагила, Воронежа, Самары, Мурманской области. С трудными подростками будут работать именно молодежь, которая активная и будут заниматься именно такой профилактикой работы с ребятами. Мы планируем создать социальную гостиную, там, где могут встречаться трудные подростки и с активом нашей молодежи города. И вместе они будут организовывать какие-то мероприятия. Мы собираем воспоминания жителей села, детей войны, которые видели эту войну страшную, которые пережили ее. Воспоминания очень оказались интересными. Мы оформляем в виде книги, самодельно, конечно. Бессменный организатор фестиваля – Пензенский фонд «Покров». Первым проектом Анны Кузнецовой стала практика бесед с психологом женщин, решивших сделать аборт. От спасения неродившихся детей перешли к помощи беременным и молодым мамам. Теперь «Покров» знают далеко за пределами региона. Мы начинали с небольшой аудитории студенческой, с 20 человек участников. Но эффектом, результатом самым главным было то, что победитель этого фестиваля стал психологом в одной из женских консультаций. И на ее счету более 10 спасенных детских жизней. Самое главное – это вот тот резонанс, практическая польза, который происходит в результате каждого из фестивалей. В стороне от форума не осталась и пензенская епархия. Традиционные ценности, которые предлагают пропагандировать участники фестиваля, по сути своей основываются на христианских заповедях. Те ценности, от которых воспитывается человек и к которым стремится человек, они основополагающие, фундаментальные. И поэтому на этих основах там молодежь, которая стремится показать, что есть другой выбор жизни, и он способен развить гармоничность человека, почему же нельзя это приветствовать, и церковь это приветствуется. Конечно, одним из важнейших инструментов популяризации здорового образа личной и семейной жизни собравшиеся признали средства массовой информации. Журналисты региональных и районных СМИ собрались за круглым столом, чтобы обсудить, как сделать публикации на подобную тематику интересными, как привлечь к сотрудничеству бизнес, и в конце концов, как быть с тем, что самая хорошая новость – это плохая новость, согласно старой журналистской шутке. Это мы говорим плохие новости, а на самом деле это боль чья-то, и здесь правильно учить людей, нужно воспринимать эту информацию, не смотреть новости плохие, катастрофы или какие-то криминальные новости в качестве преступлений. От этого нам никуда не уйти, поэтому неправильная, на мой взгляд, точка зрения, когда говорят, что нужно показывать только хорошее. Это должно побуждать людей не сидеть у телевизора и поглощать эту информацию, впитывать, впитывать, впитывать себя, а это должно побуждать людей встать и пойти помочь, например. Итоги фестиваля молодежных инициатив подвели в пятницу. Создатели лучшего проекта получили средства на его реализацию.